Привет, еба! Вы, ребята, это особо не обижайтесь на меня, потому что опять же руку. Кушать хочу. Сегодня тестим новый аппаратик, поэтому хочу от вас сегодня обратной реакции, узнать, что у нас по звуку, что по картинке, круто, не круто. Неспроста я потратил бабки-то или можно было обойтись на старом аппарате, хотя на каком, блядь, у меня же его не было. Я стримил на телефоны моих друзей, сейчас у меня есть свой нормальный. Короче, сегодня не знаю, хвастаться еще одну хуйню или нет, подождем, подождем. Просто кое-что изменилось кардинально, поменялось все планы в лучшую сторону. И все же сразу, правильно? Сейчас мы еще кое-что сделаем. Сколько стоит восьмой айфон? Я брал с рук, но понятное дело, что я не мог себе позволить настоящий полноценный взять. Взял за 20 через своего очень хитрого, хорошего знакомого, который мутит трубы яблочные, очень выгодно. Мне подфартило, я взял в хорошем состоянии 8+, за 20 тысяч, блядь. Мы ждем еще сегодня рамоча и Нойза. Нойза придет, говорит, поздно. Знаете, какая лопата, блядь. Да, кстати, кто первый раз на трансляции, имейте ввиду, что мы тут ругаемся матом, всякие дела. С 1 февраля нельзя ругаться, не знаю, проверим. Кстати, вот очень странный закон, я не понимаю, как с ним жить, как с ним вообще дальше быть. Нельзя матом ругаться. Что ввели это закон, и мата стала больше в сетях. Ой, какая красивая девушка к нам пришла. Даже этот Антон заценил, смотри. Даже Антон заценил. Знатный, знатный этот, знаток в женской красоте. Смотрите, какая птица к нам залетела. Могу сказать. Охуеть, вот это уровень. Нормально. Слушай, потенциал есть у парнишки. Настолько её комплиментами зафигачили, что она просто ушла обратно. Да, да. Созел, наповал. Я, кстати, сделал кое-какие заготовки. У меня была идейка потестить еще одну марку акрила, но сегодня, я не знаю, сегодня тестовый формат. Я просто хочу узнать, насколько хорошо у нас стремится вообще с этого телефона, какой звук. Ну и типа так, просто посидеть, попиздеть, провести время с вами, друзья. Особо планов не было. У меня надо кое-что ещё сегодня сделать, чисто по проекту, по одному, но это много времени не займет. Хотел показать таблички. Я их заново загрунтовал, чтобы потом уже новую красочку на них попробовать. Удивительно, но чернила вообще не высохли. То есть, я через день пришел, через два, чернила до сих пор мажется. То есть, я не знаю, либо в грунтовке дело, либо я не знаю, в чем дело. Удивительный экспириенс именно по поводу того, как ведется кисть эта, как это наносится. Круто, но не сохнет. Мимо. Поликалор, ну я не знаю, я пока еще не могу сказать финального своего мнения, но мне кажется, какая-то шляпа. Короче, недавно ко мне приезжали друзья из кислого чая и так неожиданно задарили мне одну охуевшую вещь, которая просто сейчас весной этой зарешает и подкинет нас к небесам. Смотрите, фотоловушка. Они подарили мне фотоловушку. Я был дичайшим образом удивлен. Кричал. Визжал. Всячески показывал, что доволен. Я был сначала коптер. Нет, коптер-то куда? Ну, зачем? Вот зачем коптер? Он особо погодно не сделает. А вот фотоловушка позволит нам на минуточку смотреть за тем, как люди кладут кирпичи. Ну, или просто реагируют. Реагируют на то, что мы поставим на улице. Как эта тема выглядит? Короче, эта штука действует, включается на движение. То есть, я могу ее присобачить к какому-нибудь ближайшему дереву, либо как-то зафиксировать ее, не знаю, на стене, либо где-нибудь еще. И она начнет снимать. Она уже как бы замаскирована под дерево, под кору под какую-то. Тут, конечно, аккумуляторов мама не горюй. Целых восемь штук. Я думаю, если в Китае на Алишки взять, восемь штук сразу, будет довольно выгодно. Вот тебе уже идейки дают. Можно снимать, как воруют кодам. Вот, кстати, я об этом думал. Можно выяснить, кто ворует кодам. Короче, эта хрень умеет снимать в 16 на 9. А пультик нужен. Пультик. Оп. Нас интересует видеосъемка. Да еб твою мать. Разрешение. 1080. Full HD. Длина видео. Можно на 90 секунд поставить, чтобы вообще ничего не упустить. Ой. А сейчас она снимает еще. Кстати, она снимает еще в темноте. Может записать то, что происходит ночью. Запись звука, соответственно. Я единственное слышал, что филины очень часто включаются сами по себе, потому что реагируют на разные движения, на все подряд. И это относится к минусам. Конкретно к этой линейке. Ну, я не знаю. Будем пробовать. Это первое. Я уверен, что у меня их будет много. Надо сначала отпробовать первую. И желательно на безопасной дистанции, чтобы ее не проебать в первый же раз. Потому что это будет очень обидно, если я ее потеряю сразу, когда поставлю на первом объекте. Угол 120, кстати, а не 90 какой-то. Да. Это еще более менее 90, что-то вообще мало. 120. Ну, понятное дело, что если ее дернут, да, то будет печаль. Но с другой стороны, кто не рискует, тот сами знаете, что не делает. Ничего не делает. Обламывается. Тут еще, короче, подлетел. У меня есть один долгострой, который я не афиширую. Но мне надо его сегодня сделать, поэтому, друзья, сегодня онлайн, в принципе, не такой большой. Я надеюсь, вы никому не расскажете. Хотя, о чем я говорю, будет, наверное, нарезка этого стрима. Я не знаю. В общем, мне нужно сделать, в любом случае, трафик. Я не буду рассказывать, что за проект, но скажу, что это будет пиздец, как круто. Если у нас все получится, как мы планируем. Я тут, короче, где-то вчера, вчера попал в больницу. Ну, пошел в больницу, мне надо было фиксироваться, сбором. И я не записывался. Я решил, короче, пройти так. Смотрю, никого нет. И я, значит, сдаю около кабинета и такой-то, ну, блядь, хоть бы никто не пришел. Потому что вот сейчас вот выйдет дядька, я зайду и прям быстренько все мне сделают. Просто направление дадут, и я поеду дальше. Подходит одна бабушка. Вы насколько записаны? А я не записан. И я такой, знаешь, у меня моральный выбор, как, блядь, в это. Наврать или наврать. Да, наврать или наврать. Я такой, ну, час. Насколько? Ну, час. Блядь, господи. А я тоже, ну, я просто, ебаный рот, иду к врачу. Такое чувство, как будто я просто, ну, сейчас вот решаю судьбу свою. Ну, ладно, значит, я после вас. Подваливать еще такой склад бабули. Так, то, насколько записаны. Блядь, пустите меня быстрее. Короче, попадаю в кабинет, кое-как там, где-то вылезает, я сразу туда, хоп. И она меня такая оформляет, так, вы насколько записаны. Я такой, я не записан. Она такая, то есть вы, получается, пролезли сквозь всю очередь, подвинули мне все расписание. Я такой, думаю, блядь, да пошло оно все нахуй. Блядь с ним с горлом, да? Блядь с ним совсем, понимаешь, ну, такой, такой стресс, блядь, урон колоссальный, как бы можно было вообще с этим горлом, как бы самому залечиться. Но тут я так, знаешь, испытал такое неловкое состояние, думаю, блядь, я просто встойду к терапевту, да, мне в очереди. И такой, типа, блядь, не, я никогда больше так делать не буду. Что делать будете на стрессе? Что мы делаем? Мы сейчас склеим трафик и болтаем. Создаем искусство, создаем тему профилософии. Мы тестим телефон, в первую очередь. Потому что, если он будет показывать себя очень хорошо, не за горами, к островой стремится. Посмотрим, поживем, увидим. Я сначала не понял, на самом деле, что за нарезку, я думал, нарезку это, типа, будет какой-то монтаж, я не знаю. Но это монтаж? Ну, в последнем видео я попросил его отпикнитесь. Я понял, я понял. Пацаны, кто умеет монтировать, и отпикнусов, очень достойный чувак. Мы с ним договорились, типа, мне нравится, как он делает нарезки, мы теперь с ним будем делать нарезки. Мне нужно, наоборот, типа, не думать об этом. Мне нужно, чтобы кто-то другой об этом думал, и он это сделал за меня, типа, и сделал все грамотно. И поэтому, типа, все. Ты этой фразой мне напомнил фильм, короче, основатель и что-то такое. В общем, по чувакам, который создал Макдональдс. Знаешь, было вот два брата, они долго-долго, короче, делали бизнес там свой. В общем, какой бизнес? Еда, вот, на колесах. Ну, типа, что-то такое, знаешь, что не стоит на месте. Вот, у них все не получалось, не получалось. Ну, вот, они нашли концепт. Типа, еда готовая, там, типа, за пять минут. Вот, ну, в общем, концепция Макдональдс. Вот, они ее сделали, там, все дела. Короче, обнаруживает наш главный герой, который, этот ресторан. Я думаю, вот, вау, вы просто инноваторы. Вы, это самое, вы сможете победить весь мир. Знаете, что, вам нужна моя помощь. И, в общем, суть в том, что он начал расширять их рестораны. Делать их, в общем, на всю Америку, ну, на всю США, был он, да. Вот. И в какой-то момент он стал настолько крутым чуваком, он настолько распространил их сеть, что его уже нельзя было контролировать. И в итоге он спиздил их бизнес. Да. Оставил их, блядь, ни с чем. И они не спарились с конкуренцией, понимаешь? Там, по-моему, с Киевси та же самая история произошла. Да, наверное. Что этот полковник Сандерс, это просто, ну, такая, маскот, блядь. И вот я к чему это все затер, что вот так же какой-нибудь чувак появится, и ты скажешь, что я вообще не должен об этом правиться. И вот он, короче, настолько расширит сеть, настолько у него появится власть, что он захватит все то, что ты создал. Блядь, сказал бы, что тут может быть такого, да? Да, да. Просто понимаешь, чувак приехал, он просто сказал, что я просто хочу вашу идею, ваше искусство кулинарное развить, и все. И они подписали бумагу, договор. Казалось бы, все, он не может ее нарушить. Но по итогу он стал настолько крутой фигурой, настолько у него много денег, стал адвокатом, что он эту бумагу вот запас-то просто перечекнул. То есть бумажка не имеет значения. Чтобы его оставить ни с чем, нужно распиздить его личность. Слушай, кстати, а это, а это, а это уже, это я, получается, уже подстраховался. Ну да. О! Традиции не меняются. Здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Простивка, я в курточку. Огонь. Ну что, вот Роман Батькович. Приветствует вас. Давайте в чатике угадайте, кто это. Мне не кажется, никто не угадает. И, кстати, напишите еще, пожалуйста, как качество стрима на стабике. Пикселит, не пикселит. А я тут, короче, шел недавно. Точнее, позавчера. Иду, 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 иду. В этот фор. По оврагу. Иду к сане. Туда. Прохожу свинарник, спускаюсь в низину. Так. Тишина, время там полдесятого. И такая хуйня, короче, такая, знаешь. И чувствую, в мою сторону, слышу, в мою сторону кто-то бежит. И с таким, знаешь, я, блядь, вспомнил историю про медведя. Я не помню, чтобы эта история месяц назад закунули. Сколько там было, да? Да, она хоть как-то закончилась, да? Нет, она не закончилась. Все просто, знаешь, типа, а что медведя поймали? Все такие, не, ничего не поймали. И все, и молчу. Больше нихуя. Я, блядь, никогда в гору так быстро не бегал, блядь. Я, блядь, как в далло. Забыл все спины, все ноги, руки. Я, вообще, даму, все забыл, блядь. Там гора вот такая, нахуй, там надо было пахтеть. И что это в итоге? Тут гора, я, хуйная. Вот серьезно, блядь, знаешь, вот это, вроде думал, может, в начале собака. Но собака не хуя не издает такие, блядь, это низкие, блядь, звуки. Просто, знаешь, так, ух, ух, и такой, слышу, шуршание в мою сторону. А где-то находится, там метра 10, может, 15, вот так вот, по левой рукой. Там такие как раз... Ты, наверное, ходить там больше не будешь, да? В пизду такой, нахуй, прибежал к Саню, блядь. Сань, кайбланы, блядь, тут, что такое, блядь, да? Как вот... Сижу, у меня что-то объясняет, я такой, ёпт, твою мать, я еще медведь не отпиздил, блядь. Я еще иду такой, блядь, думаю, что делать, что делать, блядь. Блядь, ну, короче, такая хуйня, да? Прикинь? Я не знаю, что это было, блядь. Не, ну, я как голову повернул сразу, ну, нахуй, я не видел, нахуй, там темно. Без фонарика, чё, как бы, хули... Страсти какие. Лес, блядь, свой. По-моему, думал, блядь, может, я ебанулся в край нахуй. Да не, ну не может быть. Я потом думаю такой, ну, хуй его знает. Зафантазировал, типа, настолько круто, чтобы потом... Не, ну, может быть, это какая-то странная больная собака. Да, не такое опасное существо. Да, ошибаюсь. А потому что могло... Не верится, я не верил. Это был Риховский. Это стопудово было не собака. Это, может быть, был либо кабан, либо какой-то лось. Хотя, вот они у нас в лесу точно есть, сто процентов. Да, я лося-то видел здесь, конечно. А вот это еще? Кабаняще говно, следы, это вот прям вот... А про медвенечек? Нон-стоп. Ну, то есть, постоянно в лес идешь, видишь? Ну, диак-насильник, хорошая разминка. Диак-насильник, да и вот хуй знает, я, блядь. Это только, знаешь, только если по такому крику мог бы только Джордж Корфс Грейдер Фишер из группы Каннибал Корфс так бежать в мою сторону. Я не поверил, что это он. Приехал такой в Россию специально на роман. Знаешь, ухо, сисьмейлица или такой, блядь? Такой что-то в этом духе, блядь. А собаки такую хуйню не сдают. Вот, может быть, был лось, может быть, кабан. Нахуй знает. Не могу сказать. I don't know. Так что вот. А медведь ходил. Фотки есть? Следы есть. Картинка, правда, стала лучше. Поздравляю со мной. Спасибо. Я очень рад, что она, в принципе, нравится. Так. Зачем вооружаешь колоту деревянным пистолетом? Ну, это такое хобби. Кто-то картины за бабки рисует. Кто-то картины за бабки рисует, а кто-то пистолета с топорами и ножами в шоколате делает. Так что вот так. Стойку я доделал. А вот монтировать надо, но что-то времени нет. Вот, смотри, вот, видишь, аббат. Аббат. Если перевернуть вот эту вот картину, где вот она, воверная? И вот она, не с головой, посмотри. Блядь, один в один. Ну, да, есть. Вот это, да, бас. Где там, блядь, вот он. Да, да, там... А Антошка у нас тоже художник. Может, попросим его что-нибудь нарисовать? Да. Или не будем просить рисовать. Я смотрел, как он рисует там. Да это один раз был. Сидел там. Не-не-не, это неудачный опыт был. Все ложь и провокация. Да, и я думаю, ёб твою мать, блядь, я и то лучше нарисую. Видал, енот какой там, блядь, блэкерский, блядь, понял? Блэкерский. Тоже иммортал, да? Конечно, вот как раз таки аббат, да. Во вселенной енотов. Да у тебя енот, блин, какой-то как медведь. Ну, а такое он, наверное, есть. Ну, тело, я не знаю. Где работаю? Я пока нигде не работаю. Я развиваюсь там в своих каких-то очень интересных темах. Потом будет время, расскажу, покажу. Возможно, выпущу линейку нескольких, точнее, линейку своих ножей. Будет интересно, я дам ссылочку, кому будет интересно, могу сделать нож какой-нибудь. Что-нибудь типа рыболовного, охотничьего или складного. Вот, пока так. Пусть что-нибудь нарисует, давай рисуйте. Давайте хэштег, хэштег, рыжий рисуй, 10 хэштегов, и он будет рисовать. Не-не-не. Вот так. После того, стрима. Так, рисуй, рыжий рисуй. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Обратно. Чё пиздец? Рисуй! Чё вы нарисоваете, блядь? Я тебе сейчас, блядь, фломастик. Дай мне акварель. Да какой фломастик? Я фломастик не рисую. Карандаши пойдут? Ставьте. Нет, нет, не пойдут. Да не пойдут ни хуй. Охуй. Докажи мне, что ты умеешь рисовать. Я не докажу тебе. Я этим не докажу тебе. Всё, чё рисовать? Давайте. Рыжего бобра в японском метал-рэп-стиле, блядь. Гомера в образе Кобейна, это типа с ружьём и прострелянной головой. Есть же этот. Так, мне нужен референс. Кто? Срисовывать будешь что ли ещё? Ну ты ещё бумажка туда присланика, компунктер, чтобы перерисовала. Вот. Ты, по-моему, Камилла рисовала. А чё не подписано? А, не знаю. Ну, на фоне точно не дают. Вот. К себе это Окса нарисовала. Такой рисуночек. А Жан, Жан рисовала собачку, она её не дорисовала. А она сейчас комиксы, кстати, рисует, ты видел? Нет. Акварельные птицы. Во! Это, по-моему, птицы рисовал. Автопортрет. Керик такой. Ну, не знаю. Похоже, кстати. Вот, это твой разворот. Мой? Да. Карандаши, фломастеры, да всё. А, ну да, вот что у меня попался. Всё в твоём распоряжении. Кого будешь рисовать, Антон? А мы уже договорились. Он рисует Гамера Симпсона в стиле Курта Кобейна. Блядь. Это будет такой отстой. Я вообще... Давай, ладно. Я никогда не рисую просто так. Всегда на прошло. В смысле просто так? Нет, ну, конечно, ты можешь что-нибудь своё нарисовать. Спрашиваю, друзья. Короче, я ушёл из семьи. Что делать? Давай, короче, возраст, обстоятельства и сколько... Ну, вообще, там, что было? Из семьи. Из семьи можно уйти по-разному. Да. Может быть, тебе 16 лет, и тебе родители запретили идти на вписку. И ты такой, всё, в пизду, я ухожу из семьи. На вписку? Ну, пойду на вписку. А после вписки-то, ёба, народ, кушать хочется? Жить хочется? Ах, пойду домой, извиняюсь. Правильно? Ну, как это значит, не нужно. 38. Это уже совсем другой разговор. Причины. Так, а что за семья? Ну, типа, жена, дети. Шена, дети или как? Что делать? Снимать вкуст. Если от родителей ушёл. Если от родителей, то поздравляю. Да, если от родителей, то поздравляю. Если от семьи, то, мне кажется, надо какой-то пост был искать. В этот момент есть дети. Вот, видите, есть дети. Ушёл из семьи. Начинать новую жизнь, я думаю. Если ты ушёл, и тебе было там сложно, то поздравляю. С одной стороны. С другой стороны, не надо забывать о семье. Надо всё-таки поддерживать. Алименты платить, да? Вот тут вся хуйня, ведь она же должна быть в жизни. Нельзя же так просто бросать. Можно, ситуация как бы разная бывает, да? Знакомых-то, да и примеров-то полно, да? Среди знакомых, кто из семьи уходил, бросал туда. Бывают люди, там, спиваются и наркоманят, и у семьи уходят. Их просто выкидывают, да? И типа, а потом ещё ходят и обижаются, что, блядь, я из семьи ушёл. А, что меня выгнали, да? А бывает, наоборот, там кто-то гуляет, да? Ну, смысл как бы жить с этим, да? И как бы есть дети, а дети ни в чём не виноваты. Хочешь, плачи элементы, но это так, типа, 15-20 тысяч. Как закон определить. Ну, как закон нам определить, да? То есть, у меня есть такие знакомые, которые, вот, блядь, элементы, и ребёнок там, ну, типа, и нахуй даже если. А есть дети, которые не платят элементы, но полностью обеспечивают ребёнка. Берёт с собой на выходные, постоянно гуляет с ним, ездит, обувает, одевает. Смысла-то и нет, оплатить элементы так. Но, вот такая фигня у меня была у знакомого, но потом, спустя какое-то время, жена такая, ну, типа, ты его одеваешь, обуваешь, там, со всеми делами, а он идёт, потом зарплату получает официально, вот, такие, на, у тебя, там, 15 тысяч рублей, ты такой, чё это такое? А ты, говорит, элементы не плачешь. Ага. И он такой, подходит, жене, говорит, нах, ты это написал. Ну, ну, да. Ну, вот так я решил ему написать. Ну, ты, сука, я его одеваю, я его обуваю, там, блядь, да? Я кормлю, пою продукты, и он у меня постоянно, со мной практически, ну, ну, в месяц, там, 15 дней он у меня живёт. То есть, блядь, какие элементы, ну, чё ты, типа, прикалываешься, что ли? То есть, я его полностью поддерживаю, там, хоккейную экипировку, вот, там, полностью покупал, там, там, да, хуя, говорит, на, у тебя элементы, сука. А тем временем у нас куртка Бэн-то появляется потихоньку? Ну, какой-то вытянутый куртка Бэн. Запомнил, да? Джекстан. Блин, Рамыч, я, короче, не могу слезть с папкой, я просто, пиздец, я там сейчас руковожу школьниками, мы там хуярим, вон, на машинах ездит. Я, типа, когда получил этот телефон, я думал, его стримить буду, хуй-то там, блядь, поставил папка мобайл, просто вылезти не могу, короче. Со школьниками летаем, там, блядь, против ботов стрелялись. О, смотрите-ка, у нас Кабайн-то, тем временем, нормально так проявляется. Ты мустишь. Ну, задача была поставлена, он с ней пока справляется, смотрите, это реально куртка Бэн. Собородки. Симсон. Так он же, блин, этот, не всегда с длинной ходил. Это такой... Как минимум, корышечки. Ну, посмотрите на него, он все придирается и придирается к нему, ну что такое? Я не помню, как он, я бы лучше нарисовала, господи, блядь, ну... Ну, какой-то такой, я не понимаю. Безусу их енота пытаешь. Пока я уходил, меня спрашивали, как ты относишься к панк-культуре. О, да, у нас есть там. Тебя спрашивают? Ну, да, положительно. Вот мне ко мне тут кислый чай приезжал недавно, я одел вот эти вот штаны. Вот эти вот все свои обкрашенные, форшмаченные штанишки. И мы вообще так по панку нормально отдохнули, шлычок покушали. Я почувствовал себя в своей тарелке. Но это на постоянке я бы так, конечно, не смог. Но в целом, типа, прикольно было, мне понравилось. А панк-культура для меня, это не только пьяные ракетные челы, но мне кажется, это опять же DIY культура, автономность полнейшая. Вот она в этом заключается. Ну, я так считаю. Потому что панки идут против системы, и получается, что жить-то все равно надо, так-то. Поэтому они берут... Против системы. Поэтому они свою систему автономную как-то делают и налаживают. Как относишься к теме протеста в Белоруссии? Именно в Белоруссии, ну, как отношусь? Ну, вообще надо понять один момент очень важный. Что люди, которые держат, там, 1% населения вообще всего мира, держат 40% всех ресурсов. И они нихуя ничего не отдадут просто так. Поэтому мирные протесты, они ни к чему не приведут. Если хотите перемен, надо лить кровь. Ну, типа, а кто хочет лить кровь сейчас? Я не хочу, допустим. Немное время. И мой этот. Пока. Все. Антон уводит. В следующий раз подпись. Ебани. Это твоя подпись? Да. Ред Бист. Считайте, что моя подпись. Все, в следующий раз рисуем рыжего славянского самурая. Ребят, вообще не рисую, честно слово. Да, блядь, он уже на втором курсе художки. Ну, я не такой, я же не Симпсонов, блядь. Ой, слушай, я сейчас, короче, я сейчас наткнулся, мне один товарищ, блядь, вот, книжку принес бы сейчас, наверное, нет. Короче, дал мне книжку одну про то, как зарождался стрит-арт. Ну, давай, я сейчас скоро пойду, я принесу здесь. Давай, да, давай, да. Короче, отлично. Я ничего не понял, там все на английском, но картинки очень интересные. И наткнулся я на фотографию клуба Сиби Джиби. Кто шарит за питерский там-тан, первый андеграунд клуб по России вообще. Он, это был прототип какого-то нью-йоркского клуба Сиби Джиби. Короче, вот это был панк настоящий, это первый был, короче, панковский клуб. Я хочу посмотреть документалочку освежить, потому что вот там была жизнь, и в там-тане была жизнь. Там параллельно был рок-клуб в Питере и там-тан. И, блин, из там-тама кто у нас? Киши, Пилот, Химера, Сказы Леса, и там куча-куча еще, короче, коллективов. А вот в рок-клуб, потому что его считали красным, там заходили такие люди, как Гребень, Цой. Все артисты уже совсем другой категории, понимаешь? Они не хотели ставить шприц там, брать кровь и рисовать на холстах во время того, что... Они совсем по-другому двигались вообще. Кстати, давай я покажу твои художества теперь. Может быть, кто-то не видел, но рамы рисует вот таких енотов. Так, енотов? Это был первый мой енот в моей жизни. Енот-убийца, играющий в black metal и поджигающий цирк. Это, короче, хроники 10-летней давности. Сейчас, подожди, во, 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 хроники 10-летней давности. Art in the street. Такая вот дурочка толстая. Сейчас будем рассматривать. Тут, короче, вся вот история стрит-арта. Отлично. Одиннадцатый год, да? Так, давай, Вов, показывай, что тут, блядь, за... Как это, небеский... Когда, ну, Вов Тотема, летом, наверное, да, Вов Тотема? Да, летом. Ну, весной. Вот теги, но они такие. Вот ты представляешь, вот с утра просыпаешься такой, выходишь такой злой от того, что не выспался на работу, такой закрываешься в дверь у тебя, блядь, дверь так затегана, блядь. Ты такая, сука. Это очень посредственно Керик такой, смотри. Но это, не забывайте, это сейчас 82-й год в основном будет. Картинки. Вот, CBGB, вот этот клуб, смотрите, как он выглядит, блядь. Ну, просто пипец. Спрашивают, посоветую, чем можно покрыть деревянный скандинавский медальон и свечи из Иерусалима, но хотелось бы в масле, а лава нема. Так вот, Вова, помните, как в одном из видосов... Должны быть здесь такие деревянные штуки. Деревянные штуки, да, как они называются? Туннели, вот, плаги. Да, и он варил их в масле с канифолью. Они пропитались, в принципе, ну, как, а ты не знаешь, что сейчас... Скандинавский медальон? Скандинавский медальон. Канифолью, блядь, конечно. Канинавский, действенниц, при луне. При луне. Дошмар. О-о-о-о! О-о-о! Алёськи! Я шёл к вам сквозь сугрубы. Долго шёл, медведя не встретил. А я вам рассказывал вчера. Больше нет. Дамочка, смотрите, смотрите, как раньше документировали граффити. С такой камерой, блядь, на плече просто бежит за райтером, который уже съёбывает после своей работы. Да-да-да, входите. Войдите! Привет. Залетайте. Залетайте, залетайте. Но сразу предупреждаю, здесь только прокрастинировать можно. А мы-то это и занимаемся этим, собственно. Всё, заходите. Стоп, а какие-то варианты? Почему, она залазит? Почему, стримим? Да, мы стримим книжку. Представляете, здесь нарисована дамочка, которая, по-моему, вяжет какой-то трафарет, приклеенный специально к стене. Вот. Это мы даже не на половине книги. Это мы смотрели Нью-Йорк, сейчас Лос-Анджелес попрёт. Вот это Лос-Анджелес, смотрите. Это, короче, вот это просто пиздец. Вот тут банды пошли. Вот так вот они отмечали свои районы. О, сейчас пойдёт скейт энд дестрой. Шепард Ферри. Сейчас пойдёт, короче, непосредственно отсветление к стрит-арту. Во, уже начинается потихоньку. И скейт, в том числе. Это всё очень взаимосвязано было в своё время. Black Flag. Те чуваки, которые рисовали граффити, я так понимаю, что они ещё потом начали рисовать афиши для гигов. Хочу обратить ваше внимание на то, как снимали раньше трюки скейтеров. У чувака специальная дощечка с палкой, с камерой, с каким-то гибливым объективом. Просто нереально. Переходим к саму Франциско. Вообще классно. Пишут, не помню. Ну, это я обзор делаю, да, книги-то. Всё, в общем, в одном стиле. Короче, все рисуют граффити. И нехуй тут больше ловить. В том плане, что... Ну, если вам это не нравится, то... Вот для меня это всё как, ну, одно воспринимается. Всё, и тут начинается культура хоба. Что такое культура хоба? Хоба – это, короче, бомжи, которые путешествовали на товарниках. И помимо того, что они вот просто залезают в этот ёбаный вагон, им делать нечего. Они берут мелок и оставляют свои значки. И в каждом вагоне был, короче, вот кто побывал, тот оставлял свой отпечаток. И вот это отдельная история. Это тоже стрит-арт, но это вот мало кому известно. По крайней мере, вот в Ру-сегменте не все шарят за хоба. Саупа, Паула. Какие широкие, Паула. Это Мексика? Сан-Паула. Блин, я забыл, как зовут этого чувака. Но я его очень часто видел вот с этими вот мордами. Ассоциация четкая. Лондон. Ну, сейчас у нас, понятное дело, попрет, короче, панкота. Вот наши сады Сидвижес. Еще любимый бестолковый. Ну, тоже хуй поймешь, короче. Что было в голове у людей в то время. А, ну, короче, это не особо важно, потому что у нас начинается Бэнкси. Там будет вагон один прикольный. Вот это вот, смотрите. То есть чувак изначально расстелил на земле вот такие вот плакаты с нижней частью лица. Подождал, когда подъехал вагон, который был разрисован чисто вот под каждое это лицо. И он специально подобрал место, где он затормозит этот вагон. И вот эта тема ради одной фотографии. Большой-большой труд. Это у нас GR. Я вообще про него ни разу не слышал. Только вот в этой книге про него узнал. Там дальше будет еще одна работа. Он прям на городах хуярит. Я не знаю, что это. Или это бумагу он клеит. Но я не думаю, что он рисует это все. Блю. Блю. Вот этого чувака я тоже знаю. И вот это вот, кстати, представьте. Это же он все рисовал вручную. Это же просто безумная работа. Руа. Это тоже классно. О, это еноты, да. Вот так вот еноты. Это все подряд. Это все подряд. Это енот. Енот, скунт. Все подряд, смотри. Скунт, свилка, ебун, енот, потаскун. Скунт, пассеру. Скунт, пассеру. Прочно, блядь. А вот это таки 183. Это первый тегер. Короче, он был курьером. И гонял по всем району, куда его отправляли. И постоянно тегал вот это таки 183. Вот это отец прям дед. Следующий будет, когда тепло будет. Сейчас холодно не имеет смысла. Нет, сейчас мы сделаем. Мы в марте, наверное, следующий стрит-арт сделаем. Чего холодно переводить? Я не говорила холодно. Короче. Книжка он на английском. Да, и тут, короче, деятели, их небольшая биография. Туда-сюда. В общем, мы с вами, ребята, посмотрели вот эту книжку. Art in the streets. Так, ну у нас уже, короче, три часа стрим идет. Спасибо, что были с нами, друзья. Почему? Потому что у него фингал был под классом. До свидания. Настоящий. Пока.